Продолжение следует... 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 пространство Минковского, то такая корреляционная функция перейдет в тел-порядочное произведение Гизенберга-Коператора. То есть то самое произведение, которое я в самом начале писал. Я могу сообразить представление действия, как у вас там еще написано, и вот этот лимит ДК и я в Бережон, и я в Бережон, и я в Бережон, и вот эта штука там будет, можно сообразить, что вам должна быть? Вот эта? Да-да-да, вот эта бабушка. Как сообразить, что она там есть? Ну, вам же хочется получать уравнение движения, которое совпадает с уравнением Дирак. Да? А, это не только. Что? Специально. Ну, конечно, мы хотим подобрать действие, которое давало бы уравнение Дирак. Ну, всякое действие, конечно, точнее, в Агренжан приведен к точнику до полной производства. Конечно, можно сюда написать что-нибудь такое, которое равно полной производстве. В частности, можно от этого члена вообще избавиться, написать его ДК, от всего Пси с чертой гамма К, Пси, а потом прибавить, ну, или вычесть Пси с чертой гамма К, без ДК Пси. Получится основа Э. Так что, можно и в таком виде написать, и в другую. так вот, значит, при правильном продолжении из пространства, из лифтитового пространства в пространство Минковского, у нас это выражение должно давать Т-произведение от Гизенберговских операторов. Ну и вот, нужно понять, во-первых, как такое можно вычислять, и вообще, что здесь вообще написано. Ну, во-первых, вот это вот, что такое, что такое мера интегрированная здесь. Здесь ничего, в данном случае, особо такого нового сказать я не могу, за исключением того, что, например, в поле, для поля Клина-Гордона мы это все понимали как. Скажем, в квантовой механике, частицы изначально, мы считали сначала, что у нас есть такое дискретизованное время, то есть одномерная решетка с некоторым шагом дыр. И мы этот самый на решетке выписывали интеграл по путям, который был сколько-то там кратный, а потом устремляли шаг решетки к нулю и получался интеграл по путям уже непрерывный. Ну и здесь ровно то же самое. Надо сказать, что давайте подумать, что эта величина на самом деле есть предел dc dc с чертой этот предел когда d стремится к нулю от величины определенной на решетке dc 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 n dc dc n n n dc 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 n n это вектор четырехмерной решетки. n 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 и это целый чисел. Ну, а тогда вот эти величины dpsa nt и dps с чертой a nt это те вот самые символы Березина, которые писали в предыдущий в предыдущий раз во всех наших интеграмах. Когда мы изучаем магнию Грассмана, у нас комплекс не численно. Вот это такая величина вполне определенная, но нам придется потом взять предел и перейти к континуальному такому понятию. Вот здесь, конечно, такое место сложное и тонкое. Но, тем не менее, формально мы будем понимать все это именно так. Вот. Ну, а отсюда, например, следует, что вот заметим, что у нас теперь действие, которое здесь вот стоит, оно квадратично по переменным, по Грассмановым переменам. То есть вот если бы мы сидели на решетке, то это вообще был бы сколько-то кратный интеграл с таким квадратичным действием. Ну, в данном случае, например. А такие квадратичные интегралы мы только что вычисляем. Когда там есть dθ, dθ с чертой, e в степени, матрица какая-то. Вот здесь вот на самом деле написано матрица. Правда же? И вот как раз если эту производную отсюда выделить полную производную, то получится ψ с чертой γkdk будет n на ψ. Если бы мы сидели на решетке, то эта производная бы стала разностью. Это была бы просто большая матрица. И тогда мы применили бы ту самую формулу и он писал e в степени а g gdk d1 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 ну и кстати если бы мы вычисляли двухточечную функцию семеновский пропагатор или двухточечную коррекционную функцию по этим правилам как я уже говорил это похоже на интеграл ну и формулу там ответ для этого выражения я тоже написал можно в принципе взять да применить это к случаю когда имеется тут двухточечная функция ну и например сразу увидеть что если число тет и тет с чертой не совпадает то есть здесь вот количество тет разных не равно количеству тет с чертой тогда такой интеграл равен ну и это означает что коррекционная функция у которой n не равно m равна ну а если прям равно единице то есть двухточечная коррекционная функция которая должна давать пропагатор она как раз похожа на вот этот интеграл и можно прямо таки пользуясь формулами написать ответ и сравнить его с тем пропагатором который мы уже знаем ну это вот тоже упражнение но чтобы вычислить вот такие коррекционные функции мы сейчас воспользуемся другим способом а именно тем который получался для правил для вывода правил рико теории клейна-гордона если вы помните мы там сдвигали поле на некоторое экселон от х и пользуясь тем что интеграл не зависит от этого сдвига обычный бозон интеграл мы получали уравнение на эти коррекционные функции то есть там n плюс 1 точечные и n плюс 2 точечные функции связывались с n точечными функциями здесь можно сделать ровно та же самая идея будет работать потому что интеграл который определен по грасманному переменам он как раз и получается из условия того что если мы сдвинем переменную грасманному переменную на число то интеграл f от θ плюс f от θ будет равен f от θ на dt и вот ровно это мы хотим сделать и для такой коррекционной функции ну сделать поскольку она комплексная можно независимо сдвигать пси на какой-то эпсиум и пси с чертой сдвигать на какой-то эпсиум с чертой ну вот скажем давайте посмотрим посмотрим на на какой эпсиум с чертой в 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 от y, которая равна t с чертой b от y плюс ε с чертой b от y. ε с чертой b это комплексная Грассманова функция со значениями в алгебре комплексных Грассмановых чисел. Вот. Произвольная функция. Тогда получится, что нужно просто эти вариации поставить в эту формулу посмотреть, как эта функция изменится. Это ε от sin a1 x1 и далее с чертой b1 и далее с чертой с чертой b mp mp назначим во-первых, это равно сумме вариаций каждого аргумента. То есть, варьируем каждый вот этот самый аргумент в соответствии с этим браком. получится, что все psi не меняются, а меняется только psi с чертой. Сначала варьируется это, первая, потом вторая, потом третья, все это складывается. Но из-за того, что переменная ε грассмана, то есть они все антикоммутируют между собой, я эту ε потащу из какого-то места отсюда в самое начало. И это у меня даст соответствующий знак. Нет, давайте начнем не с этого. Начнем с одноточной функции. И сначала все-таки лучше изучить одноточную функцию. Ну, ее, вообще говоря, нечего изучать, потому что она равна нулю. Насколько нужно из этого извлечь уравнение? Вот есть psi psi а psi а а x к d а g our b d c c a x е After r r i чего равна вариация она сама по себе она равна 0 это не страшно вариация эту часть не заметит будет варьироваться экспонента и будет варьироваться действие получится что тут еще конечно надо варьировать знаменатель давайте про него пока забудем пока что выпить получится такое выражение что единица на z отсюда процент процент это процент 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 цель выражение А эта вариация действия как раз равна такой. Дельта х4а равна интеграл d4x, преодолеваем пространство х4 от х и заманим каждого хн на х. Мы здесь предположили, что х на бесконечности стремится к нулю так, чтобы х был определен. И поскольку действие, сам интеграл не зависит от сдвига, то полная вариация должна быть равна нулю. То есть... Это почему противоречит? Ведь они разные. Разные цены должны комментировать, но не более просто число, это всё. Разное число противоречит, это почему бесконечности? Нет. Потому что его можно умножить на число, необычное число. Ага, значит оно должно... Ну, ну всякая функция, она же записывается как? Это, скажем, от f. А если f0 плюс f1 на f. В данном случае у нас ещё зависимость от х. То есть это обычные функции. Можно, чтобы вот эта величина была равна нулю, а это возможно, когда f1, а тут всё равно 0. Так, ну в общем, если всё это сделать, то... А, нет, кажется, я тут сделал ошибку, конечно. Связанное с тем, что надо вычислять вот такую подготовку. Иначе ничего интересного не получится. Значит, получится такое... Плюс... 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 То же самое... Дельта... Дельта... Ну, не дельта, а просто f0 с чертой... a0 и на e-тепень минус a0 . Вот. Вот. Теперь... Теперь, ну как обычно, значит, вот здесь можно встроить дельта-функцию и, сейчас, да, это я написал, да, что получается в конце концов. В конце концов получается что здесь, так, 1 по интегралу 2,4x это все вообще то ли c delta c а 2,3 ну, нехорошо, конечно, изнание лишних букв совпадающих x-y минус x 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 в общем ничего того что здесь написано ничего тут особенного не произошло я просто снова потом воспользовался определением корреляторов какие интегралы и вот они здесь и появились появился двухточный коррелятор здесь появился двоеточечный коррелятор ну и это должно быть равно нулю потому что наш интеграл не зависит от сбега тогда получилось уравнение на вот эту двухточечную функцию оказалось что вот эта двухточка как раз таки является решением является функцией грина для оператора дирака ответ получился такой какой надо отсюда отсюда следует что выражение то есть я повторяю просто все что было сделано поле гордона вот в этом простейшем случае когда есть одноточечный коррелятор получилось уравнение которое связывает 0 точечный и двухточечный коррелятор можно вот этот оператор вынести за знак среднего ну и вот уравнение да это именно то уравнение которым удовлетворял вот эта часть взялась из-за того что проварьировался этот аргумент а вот эта часть вот эта вот штука взялась из-за того что действует проварьировалось ну здесь как бы следить за тем что переменные четные и нечетные особенно не приходится потому что я сразу два протащил в начало коррекционной функции я протащил Пси и Пси исчерпываю поэтому они будут вот с тем вот Пси которая тут стояла они с ним как бы должны были бы коммутировать ну вот вот ура получилось новый способ вычисления двухточечного коррелятора который скажем там при продолжении пространства Менковского должен был бы нам дать трехпорядочное произведение операторов Дизенберга то есть пропагатор Феймана для Фельмона в дираках можно ровно тот же самый трюк проделать для таких преобразований что Ферроатрикс переходит во что-то Ферроатрикс плюс Ферроатрикс на Атрикс а с чертой не переходит переходит в себя Снова Ферроатрикс на Ферроатрикс с чертой это независимые функции потому что комплексные и можно снова то же самое проделать допустим для одноточечного коррелятора где здесь черты нет ну и все равно прийти к такому же ответу вот такая двухточка должна совпадать с функцией Грина или двухточечным коррелятором для Ферроатрикс ну и теперь нетрудно все это дело обобщить на случай когда есть коррелятор с произвольным количеством вставок вставок ну и он конечно не равен нулю во первых когда n равно n ну а чтобы их научиться вычислять давайте сделаем вот снова такой сдвиг будем Си с чертой Си Б с чертой заменять на Си Б плюс добавка Эпс а можно сейчас спросить то что почему так аккуратно делаем что Си А мы Си А плюс Эпс потом отдельно Си Б с чертой на Си Б плюс Эпс что что-то изменится если мы Си А плюс Эпс на Си Б плюс чем-то еще и делаем это одновременно нет ничего не изменится нет просто получится две разные суммы на которые ставят шерст ну как одно уравнение по отдельности си НО и второе плюс второе уравнение по отдельности си НО и когда они в виде в том не записано мы не поймем что они по отдельности си НО поэтому мы сделали как правильно проварировали ну в принципе ну да да просто потому что бы экономить место время и возможность восприятия чтобы было так в общем то это независимый перемен Эпсимус с чертой и Эпсимус поэтому они можно совершенно независимо морить по ту и по другу ну и значит уравнение которое должно получиться это число и помимо если вот это сумма я подъявляюся это Н О yn О xy1 прибавляем си АМ отмечаем си с чертой В1 xy1 с дельта репсилом с чертой си си В итер отмечает итер си ВМТ отмечает МТ плюс еще вариация от действия, которая опустится как бы это написать ну поскольку там стоит Е в степени минус а то здесь будет общий знак минус и вариация от действия это вот эта величина поэтому получится такой вклад гамма и гамма КДК ЮН ЮН СЦД СЦД ТОЧКИ У СЦД ТОЧКИ У СЦД ТОЧКИ У СИ А1 от Х1 И так далее, Cm . И где то здесь ещё репсилант репсилант широтой C от U. ну а эта величина просто равна эпсилон Б и Т точки Y и я ее хочу так же как и здесь перетащить в самое начало, поэтому у меня появится из-за того что здесь имеется N переменных, нечетных и еще здесь I переменных перед ним и минус 1 то эта величина превратится в такую сумму отход из одного до N минус 1 в степени N минус I эпсилон в рейсе ну давайте получим вот он и и Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Сейчас я уже буду считать, что n равно n, только тогда эта коалиционная функция не равна нулю. Играет музыка. 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 И дальше последний си чертой не нталь и директор не директор не директор не директор не директор. Вот. Получился ответ какой-то. То есть уравнение получилось каким? Вот здесь мы эту вексилу представляем в виде интеграла по всему четырехмерному пространству со вставкой в виде дельта функций. И еще дельта символ связанный с этими индексами. Так, чтобы эта штука превратилась в вексилу с чертой c от у. Ну и тогда получается уравнение ровно такое, которому удовлетворяет двухточная функция или пропагатор системы. Ну мы знаем его решение. Вот оно, вот это самое решение. Этот самый пропагатор тут и стоит. В конце концов, решение такого уравнения это вот такое соотношение между корреляционными функциями. Вот. Единственная разница от поля Клинина-Гордона, это вот этот индекс, этот знак минус один там в какой-то степени, связанный с тем, что мы считаем, что Пси это Грассману-переменный, и это все он с чертой тоже Грассману-переменный. Ну и вот это соотношение, которое позволяет вычислить М точечную функцию, если мы уже знаем М минус один точечную точку. Здесь стоит М минус один точек, здесь тоже М минус один точек, а здесь стоит М точек. Ну вот, здорово. Вот таким способом это так называемое правило, правило, ну, может быть, ну, правило ВИК, можно сказать и так. Ну и такую, значит, правило тогда, которое из этого уравнения следует, то есть правило ВИК, оно теперь такое, что мы можем вообще это уравнение нарисовать в виде графика. Для этого мы просто-напросто каждому такому пропагатору поставим соответствие стрелочку, линей, которая начинается с точки Х, заканчивается с точки У, на одном конце у нее сидит индекс, скажем, D, а в другом конце сидит индекс B, и еще она направлена, потому что у нас есть Пси и Пси с чертой. Это как бы задает некоторую ориентацию, которая ничто иное, как можно еще понимать, как направление электрического тока, поскольку чертой у нас заряд. То есть каждая, ну, на самом деле здесь сделана некоторая так называемая спайка. Да, мы взяли каких-то два поля, которые тут стояли, Кси и Кси с чертой, притащили их вместе и превратили их в пропагатор. Это называется спайминг. Ну и поэтому общее правило такое, что всякое... Теперь можно к этой M-1 точечной функции применить снова такое же правило. Снова появится еще какая-то вторая сумма пропагатора. Итак, действовать до конца, пока уже не останется ничего, а останется 0 точечная функция, которая равна 1. Ну и тем самым мы такую M точечную функцию выразим через такую комбинацию пропагаторов с разными знаками. Это и есть способ вычислять кондиционные функции в теории Деракса. Ну вот пример, который надо полезно рассмотреть. Это четырехточечная функция. Пси А1 от X1. Пси А2 от X2. Пси с чертой B1 от X1. Пси с чертой B2 от X1. Надо здесь нарисовать все возможные спаривания. Сколько можно себе придумать. Например, такое спаривание и такое. И оно пойдет со знаком плюс, потому что перетаскивать ничего не надо. Мы это спариваем, превращаем в число или вот в такую функцию. Потом остается двухточечная функция, где тоже спариваем. Спариваем и получаем вторую такую же, похожую. А можно спаривать по другу. Спарить вот так. Вот так и вот так. То есть это протащить сюда и тогда должен появиться знак минус. ну и вот ответ будет тогда такой, что это спаривание дает пульту S, A2, B1, X1, X2, Y1. А такое спаривание дает S, A1, B2, X1 минус Y1. Минус такое похожее выражение, где ну минус S, A1, B1, X1 минус Y1, X1 минус Y1. То есть понятно, да, что получилось? Вот получилось выражение для четырехточной коррекционной функции. Ну и можно это изобразить графиком, представляя каждое спаривание в виде такой стрелочки. Значит, A2, A2, B1, A2, B2, A2, B1. Такая стрелочка. Такая, минус, минус стрелочка. Такая. Это вот эта стрелочка. Все, это способ вычислять коррекционные функции в теории Дирака. То есть рисуем всевозможные спаривания с учетом знаков и заменяем их на двухточечные пропаганции. Ну, на этом как бы с этой теорией закончено. Потому что все, мы, собственно, все научились точно вычислять все коррекционные функции. Поэтому интересно посмотреть на теорию, если есть, в которой имеется взаимодействие. Которая не является, на которой Лагранжан уже не является квадратичным по полям. Вычислить его так просто с помощью гауссовых интегралов везде. Ну и вот теория, которую я хочу изучить, это теория Дюкава, так называемая. Дюкава ее применял для того, чтобы описывать ядерные взаимодействия. Когда считалось, что переносчик ядерного взаимодействия, это некоторое скалярное поле, которое называлось Пион. И он придумал такой Лагранжан. Действие, это сумма таких действий. Действие поликлийон Гардона плюс действие поле Гираковских пермионов. и плюс действие, которое называется членом со взаимодействием. Афи, это интеграция 4x на квадрат пополам плюс 1 на вторая градинность в квадрате хи, четырехмерных градинность. Действие для фермионов, то, которое мы уже писали много раз, это интеграл, а действие, которое отвечает взаимодействию, то есть вот такое, есть чертой Пси. Там у вас в виде Афи. Пси в квадрате. Здравствуйте. Здравствуйте. В первом Афи. А, ну да, да, конечно. Обычное действие Афи на Гордоне. Ну и задача, конечно, в том, чтобы вычислять координационные функции. В том, что мы получили фи в точке 1, фи в точке 1, фи в точке 1. А, ну да, что это? Потому что фи начинается. А, 1, точка 2x1. И заканчивается все. Фи с чертой В. Фи с чертой В. Фи с чертой В. И, В, Y. Ну, надо для начала посмотреть, например, на уравнение движения и попробовать воспользоваться тем же трюком. Взять, значит, Фи прибавить Эпсилон какое-то. Посмотреть уравнение, которое получится. Фи прибавить Эпсилон в свое градство. Тоже посмотреть на уравнение. И Фи с чертой прибавить. Эпсилон с чертой. Посмотреть на уравнение. Ну, вот что получится. Во-первых, уравнения движения для этого действия какие? Фи, это обычный мазон. Нельзя убираться. Не прибавляем. Оно сдвигается на вещественную функцию. Уравнение движения такое. М квадрат минус РН квадрат и равно А и плюс G си-си равнованную Ну и какое-то такое же для сопряжения очень четко приближается Значит, если мы теперь будем делать такие замены Теперь район ФИ от Икс, приходит ФИ от Икс плюс Леанда от Икс Это базонная функция Это с назначением Грассмановой равнины То есть из-за того, что такая коалиционная функция не поменяется У нас получится система из трех уравнений Так называемые уравнения Дайсона Ашвина Дайсона Ашвина Значит, уравнение, связанное вот с этим сдвигом, оно выглядит Объем, как РН квадратин и� carc vi 1 f х1 и так далее с чертой B и тентор и тентор и ну и уже с чертой C 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 но suma E compiliar Найцем Nk, Gn4, Nk, F1, 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 F1. и дальше ну уравнение к сожалению не годится для того чтобы вычислять коррекционные функции потому что во первых здесь стоит новое поле называемое составное поле которое в теории еще надо правильно определить во вторых оно нам не связывает коррекционную функцию с большим числом точек с коррекционной функцией с меньшим числом точек как это было бы раньше когда взаимодействия не было это вот такое уравнение дайс на шлингер как называемое но зато оно выглядит очень похоже на уравнение движения там где у не совпадает у итан у нас просто такие уравнения движения и ну и похоже будет выражение для если заниматься вот таким вот получится похоже уравнение там правда появится дополнительные знаки минус из-за того что это переменную здесь уже красный ответ будет такой и гамма к бх м и гамма к бх м и так далее И вот Чем-то И смыливаем с и А-1 и так далее и А- М- Х-Н и Р-Н-1 и Y-1 и так далее и В-Н-Т и В-Н-Т Ж и от Х и С и С и С и С и С и С и нет, здесь здесь здесь, наверное, X Сейчас, где-то здесь я ошибку и почему-то написал нет, наверное, это вообще вообще написано X 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 и так далее в общем в общем все то же самое X 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 Y X 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 И вот здесь И вот здесь И вот здесь И вот здесь Потом где-то здесь Пси с чертой Б Би Т От Уи Т Пропущено И все заканчивается Пси с чертой Бм Т От Ум Вот Тоже правнение, которое не позволяет Вычислить n плюс 1 точную функцию Выразить через n минус 1 точную функцию Сколько тоже здесь возникает Составное поле к тому же И в общем этот весь метод Не работает Работает Но это точное уравнение Понимаете, это уравнение, которому Корреляционные функции Будетворяют в теории совзаимодействия Если бы как-то там Его можно было Решить То мы бы и решили Теорию Ну а можно его анализировать Опять же по теории возмущений Изучать Ну вот Мы будем заниматься Теорией возмущений Которая так же Как и в поле Для поля И в четвертой Использовать ту же самую идею Что действие Равно действию Свободной теории Плюс действие Как сказать С членом взаимодействия В нашем случае Этот член Саимодействия Это просто-напросто Ж на интеграл По д4х И на пси чертой Пси И тогда Если написать Функциональный интеграл Там значит Е в степени минус а Будет стоять И мы Е в степени минус а Будем понимать Как Е в степени минус а Свободная Плюс Разложение Это экспоненты в ряд Ну в данном случае Ж на интеграл Это член Ис Пси Чертой Пси Плюс И так далее Многократный интеграл Появляется Вот Тем самым Разложение По теории возмущения Это разложение По степеням Константы связи Ж Ну а каждую Каждый такой член Можно понимать Каждое вот такое Такое слагаемое Которое здесь возникает Это Можно вычлять По теории возмущений Теории без взаимодействия Применять правила Викова Ну вот Есть Такое Можно рассмотреть Частный случай Когда мы Хотим Вычислить Корреляционную Функцию Трехточечную в соответствии вот с этим правилом. Тогда нулевой порядок, это просто, в нулевом порядке стоит действие свободной теории, которая есть просто два свободных поля, одно поле Клейна-Гордона, а второе поле Гераковских фермионов. Поэтому получится, что мы хотим вычтить корреляционную функцию Ка от Х и с чертой В от У без взаимодействия, в нулевом порядке. А дальше появится член совзаимодействия. Минус G, интеграл, D4В, Q, C. А от Х и с чертой В от У Ки от В, Ки от В, Ки от В. Ну и дальше появятся уже члены более высокого порядка, но здесь снова вычисление происходит в теории без взаимодействия. Поэтому берем и применяем правило Лика. К этому силу. Ну, по правилам Вика, это величина, чему равна? Она равна нулевне. Потому что, что здесь можно спарить? Это с этим спарить можно, а эта функция останется, ее спарить ничем нельзя. Получится среднее от этого скалярного поля, а оно в теории без взаимодействия равно нулевне. Значит, а вот здесь можно написать всевозможные спаривания. ответ будет такой, что это есть С С С С СВ от В минус В, СВ от В минус Y, минус В минус В. g, s, a, b, y, integral, g, g, y, v, ну, здесь s, h, a, v, y. Тут имеется в виду суммирование по фирменным индексам, то есть трейсам, от этой самой пропаганды. Но откуда это берется? Как это изобразить? Значит, вот этот член взялся из-за того, что мы впаривали, очевидно, два скалярных поля. c, a, x, c, y, v, c, v, c, v, c, v, c, v, c, v. Успаривали мы вот так. Это равно просто пропагатору скалярного чего-то. А, b, a, да, в последнее время? Чего? Здесь? Да, b, a. a, a. Или b, b. То есть здесь трейс. Давайте напишем трейс. Ок. Вот. Теперь, вот этот множитель откуда взялся? Ну, понятно, что a это вот этот фирмен, а c, которая тут потом суммируется, это, видимо, один из этих. Вот этот фирмен. Поэтому здесь еще этот член взялся из-за такого фирмен. Вот. Но его надо написать со знаком минус, потому что нужно перетащить через один х с чертой. Поставим здесь знак b. Тогда вот здесь вот этот фактор взялся из-за того, что мы спариваем это поле с чертой b. Так. Так. Какой знак? Так. Значит, это b с чертой мы утащили. Получается, что b с чертой и b ничего, ни за что не цепляется. Поэтому остается итоговый минус. Но здесь стоит пропагатор b с чертой, а не b с чертой. Поэтому возьмем, снова тут переставим, и появится знак плюс. Вот получится вот эта самая форма. Именно такая. А еще остался вот этот член. Но этот член тоже несложно изобразить. Значит, по-прежнему есть спаривание двух полей скалярных. Этот пропагатор взялся из-за спаривания этих двух внешних фермионов. Сиа и Си б. И при этом тоже знак плюс. А вот этот самый член или этот множитель взялся из-за спаривания вот этих двух. только непонятно, почему у меня знак минус. А, потому что... Ну, точнее, вот так. Я напишу вот так. Плюс G. Спаривание Пси с чертой от В. Пси от В. Ну, поскольку здесь снова спаривание идет в другом порядке, то у меня вот тут появился минус перед соответствующим пропагантом. Ну, и понятно, что суммирование не по всем индексам. Ну, и картинка для этого такая. То есть здесь появляются три типа разных диаграмм, три типа элементов, из чего все диаграммы построены. Значит, вот этот... Этот член можно изобразить так, что имеется... Фернион в точке... С точки Х. Вот он полетел. Потом где-то в точке... В точке В. Он так взаимодействовал со скалярным полем, которая находилась в точке У. Потом полетел дальше и превратился в точке У, а фернион в Си с чертой. И вот этой картинке мы ставим соответствие минус G на интеграл по D4В. То есть мы интегрируем по всем точкам пространства, где это взаимодействие могло бы случиться. Ну, и есть еще вот такая... Вот такой... Такая вот картинка. Она выглядит как? У нас, значит, эти два фермиона пролетели безо всякого взаимодействия. А вот взаимодействие случилось просто в самом члене взаимодействия. То есть такой фактор помножить на такой. В точке У вылетело поле. Потом в точке В оно превратилось в два фермиона, которые... Фермион и антифермион, которые друг друга потом поглотили. Вот эта диаграмма, она интересна тем, что на самом деле это есть первая поправка по константе к связи к одноточечной функции. В основном, когда мы пишем такого типа выражения, это разумевается, что это различие. Ну, крео-порядочение, если мы в пространстве Минковского, если мы корреляционные функции пишем, то это все в евклиновом пространстве, ну, оно тоже подразумевается. Но это корреляционные функции, это не дезинберг. Можно на это смотреть, как на статистические ожидания. Ну, если вы хотите про пространство Минковского говорить, то тело-порядочение от дезинберговых операторов. Здесь я изобразил корреляционные функции. Понимаете? Вот разница, о которой мы долго говорили, в том, что тело-порядочение от дезинберговых операторов получается аналитическим продолжением из корреляционных функций евклидового пространства, которые задаются интегралами, функциональными интегралами. То есть просто как в статфильме. Но вот ежели мы там сделаем специальное продолжение, придем вещественного времени, то тогда эти корреляционные функции превратятся в тело-порядочение дезинберговых операторов. Так. Ну и вот результат того, что из-за взаимодействия у скалярного в одноточке появился такой вклад, да еще расходящийся, потому что где это выражение? Вот здесь написано R минус 0. Вот эта величина ведь расходится. Вот оказалось, что как только мы взаимодействия добавили, уже в первом порядке среднее от этого поля уже совсем не равно 0, равно бесконечности. Ну, в общем, такая с одной стороны неприятная, с другой стороны интересная штука. Ну, можно, скажем, ну, ответ, в конце концов ответ примерно такой, что любые диаграммы, любая корреляционная функция теперь в этой теории, она будет склеиваться из такого сорта диаграмм. То есть из пропагаторов фермионов, пропагаторов бозонов и вот таких вершин взаимодействия, которым приписывается такой множитель с интегрированием. А это пропагаторы. Пейнаморский пропагатор для фермионов и пропагатор для бозонов. Ну, можно так для интереса, например, посмотреть, что получается для двухточечной пункции фермионов. Скажем, вычислить вот такое. Значит, предположим, что мы хотим еще такую двухточечную ключевую часть. Здесь появится тогда вклад для ингредиал D4 D4 и H2 и D4 H2 Ну, и можно эту вот штуковину вычислить по правилам Гико и изобразить такой все в конце концов изобразить такими диаграммами. Вот этот член чему равен, не знаю, коррекционная пауция такая, вот эта. Нужно было написать второго порядка, здесь будет поправка нетривиальная второго порядка. b4u, b4b, и сюда еще дописать и от v, и от v, и от v, и тогда вот диаграммы будут такие. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А, по ней возьмем произволь. Ты сейчас наймёшь? Да, ты просто. Так, да, вот такой. Ну, понимаете, в любом случае мы здесь строгим выводом этих правил не занимаемся. Ну, понятно, вы должны быть не только строгим выводом, а какое-то интуитивное представление, чтобы видеть, но я думаю, что интуитивное представление как раз-таки не помогает, а может даже портится. Вот надо действовать в формате. Понятно, да? Если бы это какое-либо, для всех непонятное место, что никто не понимает, да? То есть, если действовать в формате, ну, конечно, надо. Ну, понимаете, просто сама алгебра, она такая, очень уж радикально отличается от обычных чисел. Поэтому здесь вообще все понятия, на чем нужно, с самого начала, и от смысла. Вы можете почитать какую-нибудь книжку, например, «Березина», «Вторичное квантование». Не знаю, насколько она полезна. Полезной будет, может быть, есть еще вот, ну, там, в магазине книгу продают сейчас. Введение суперанализ, ну, и там про эту алгебру, как для математики, как для письма. Ну, там, правда, старались написать попроще для всех. Так что, можно почитать. Я, правда, не знаю, насколько это вам поможет справиться, но при вызовах, вообще-то, в случае, вы сможете. Хорошо. Ну, а все это, такие манипуляции, связанные вот с этими формальными определениями. Большие. Ну, понятно, хорошо, спасибо большое. Спасибо. 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 Я хочу сказать, что в литературе все надо допеть, наверное, так Мы видим, насколько мы уникальны с ней провожаемые, чтобы Я думаю, что это не делать, так, наверное, если это Мегабайт, гигабайт Сейчас плавает, конечно, да Сейчас это машина Не, ну когда-то, наверное. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.